Одна екарта на четыре вида транспорта. Веденный проездной для школьников вернули поездки на метро. Об этом сообщили в администрации Катеринбурга. Теперь стоимость электронного проездного на автобус, трамвай, троллейбус и метро для учащихся – 1350 рублей в месяц. Тариф начнет действовать с 1 мая. Перейти на него можно в пунктах пополнения екарты с 15 апреля. Проезд метро из единого школьного тарифа убрали еще в прошлом году. Вернуть него подземку предложила прокуратура. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков подписал приказ о перепрофилировании больниц на случай вспышки в регионе эпидемии COVID-19. К лечебным учреждениям первой очереди относятся 40-я и 6-я больницы Екатеринбурга, а также инфекционная больница Нижнего Тагила. В стационары второй очереди включены 14-я, 2-я и 24-я больницы Уральской столицы. В третьей очереди ожидают приема инфицированных пациентов городские больницы Верхней Пышмы и Каменско-Уральского. Одновременно с готовностью стационаров в течение двух дней по необходимости в другие медучреждения должны будут выехать врачи-анестезиологи, инфекционисты и эпидемиологи. В случае возникновения вспышек массовой заболеваемости руководителям медицинских учреждений надлежит командировать врачей на краткосрочные курсы для получения навыков по специальностям, не предусмотренных сертификатом специалистов. Еще семь новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области. Диагноз подтвержден в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии у жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Трое из числа вновь поступивших в тяжелом состоянии. Всего таких на попечении медиков 8 человек. Состояние еще пятерых пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Остальные в удовлетворительном. На данный момент в регионе значится 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самому возрастному пациенту, что находится под опекой медиков, 83 года. Выписано из больниц двое пациентов. Таким образом, свердловские врачи поставили на ноги 37 человек. Благодаря бдительности сотрудников полиции в течение недели было изъято около 2 килограммов запрещенных веществ. Погорели наркокурьеры при формировании так называемых закладок. У двоих братьев было найдено более 640 граммов наркотических веществ. Еще 1366 граммов, уже расфасованных по дозам, было изъято у супружеской пары. Пока жена закладывала наркотики, супруг ожидал ее у машины, но при этом заметно нервничал. Это и послужило поводом для сотрудников патрульно-постовой службы провести проверку. В итоге все наркокурьеры оказались под арестом. Им предъявлено обвинение по статье «Покушение на сбыт наркотиков».